Я читал книгу Кавки «Процесс». Честно сказать, вот я был настолько погружён в процесс, что мне даже и про то, что сегодня происходило, сказать нечего. Но я отказался задавать вопросы так называемому эксперту Зуевой, ну потому что я чётко сказал, да, вот единственный мой, пожалуй, был ответ, что мне задать вопрос человеку, который не понимает, о чём он рассуждает и о чём он пишет. В заключении нечего. Она рассуждает о геноциде. Ну это, во-первых, правовое понятие, во-вторых, она просто не понимает, что такое геноцид. В общем, человек некомпетент. У меня нет к этому человеку вопроса. Ровно так же я отказался задавать вопросы, но я это заранее предупреждал, так называемым свидетелям объединения. Ну послушайте, эти люди, которые меня не знают, которые вообще ничего не могут сказать по обстоятельствам дела, а они рассуждают, давая, по сути дела, правовую оценку моим действиям. Ну хорошо, ну вот можно там любого человека брать с улицы, одного, второго, десятого, двадцатого, и всех видят свидетелей сюда приглашать и просить, вот дайте оценку действиям Орлова. Ну о чём я с этими людьми могу говорить, и какие у меня к ним могут быть вопросы. Ну а дальше что? Я, собственно говоря, сидел, читал процесс. И что там происходило, я, честно сказать, не очень знаю. Ну вот так вот краем уха всё-таки слыхал. По-моему, процесс, который у меня, и процесс, который в этой книге, много описан, как в этой книге, много имеют общего. Я так сижу, думаю, сравниваю мой процесс, сравниваю другие политические процессы, которые происходят сейчас один за другим в России. Я думаю, я вот эти мысли в своём последнем слове более развернуто изложу. О чём же так политические процессы в России напоминают процесс, описанный вот капкейл в его книге. Но это впереди. 26-го, когда у меня будет последний срок.